Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об опасностях зеленого удобрения. О том, что зеленое удобрение является очень ценным источником азота, фосфора, калия, микроэлементов, биологически активных веществ, бутерата, различных производных карбоновых кислот, которые очень благоприятно действуют и на растения, и на почвенную микро- и макробиоту, на тех же бактерий, фосфат-мобилизующих, азотфиксирующих, на тех же дождевых червей, разрыхлителей почвы и так далее, мы на нашем канале говорили неоднократно. Но при применении зеленого удобрения вас могут подстерегать и определенные опасности. Одна из них связана с избытком азота в этом виде удобрения. Я этим удобрением на самом деле пользуюсь регулярно, мне оно нравится и для подкормок, для пролива корневой системы, почвы, растений, и для нанесения на поверхность растений разбавленных растворов зеленого удобрения с целью создания здесь такой питательной среды на поверхности листьев, чтобы здесь хорошо развивалась конкурентная микрофлора и здесь не поселялась фитофторок, ладоспориоз и прочие патогены. Бочка с зеленым удобрением стоит у меня прямо здесь в этой теплице. Невзирая на запах жуткий, который может образовываться в результате брожения вот этой зеленой массы, я это все здесь держу, потому что она в этой теплице также является дополнительным источником углекислого газа, которым питаются в течение дня растения, и как раз углекислый газ для них является источником построения всех органических веществ. За это отвечает фотосинтез. И так, вот такое частое применение зеленого удобрения может приводить к тому, что, во-первых, томаты, находящиеся в генеративной фазе, когда уже здесь завязались кисти, когда уже плоды, уже третья, четвертая кисть завязывается, томаты могут уходить в вегетативную фазу роста. Верхушки становятся толстыми, начинают крутиться, листья подворачиваться и так далее. Все те признаки, о которых мы говорили на канале про цветок, и будем еще говорить, которые характерны для жирующих томатов. Кроме того, что томаты уходят от зеленого удобрения в вегетативную фазу, и вот если вы заметили, что у вас растения вдруг ушли, будучи в генеративной фазе плодоношения в вегетативную фазу, конечно же, вам это зеленое удобрение надо прекращать применять или применять его в более разбавленном виде, если вы не применяете других удобрений под ваши томаты. Ну и, конечно, надо предпринять те меры, которые снимут вот это жирование и уведут ваши растения в сторону цветения и в сторону плодоношения. Вторая опасность, которая подстерегает при использовании, широком использовании, частом использовании этого зеленого удобрения, это за нитрачивание продукции. Это правда, потому что вот этот избыток азота, он усваивается растениями ненормально, нитраты накапливаются в виде запасного минерального азота в тканях растения, накапливаются в продукции и потом попадают к нам на стол. В отношении нитратов очень долго было мнение о том, что они крайне вредны, что они вызывают различные заболевания вплоть до онкологических. И в этом есть доля правды. Однако в последнее время можно слышать мнение также о том, что нитраты, накапливающиеся в растениях, также в некоторой степени полезны, потому что вот этот нитрат способен расширять сосуды и действовать как нитроглицерин. Поэтому постоянное поступление нитратов в наш организм является залогом сохранения здоровья нашего сердца и сосудов, поддержания уже не молодого сердца, не молодого организма. Однако всё это находится скорее в стадии изучения, и всё-таки избытка потребления нитратов нужно избегать. Что же делать для того, чтобы обезопасить себя от нитратов, чтобы нитраты точно не пришли к вам на стол, даже если вы используете зелёные удобрения, и сложно предсказать, сколько там этого азота и как это повлияет на вашу продукцию. Выход есть. Для того, чтобы не рисковать и не гадать, занетрачена или не занетрачена ваша продукция, можно использовать очень простой метод. Это применение железа, хилатного железа предпочтительно, для внекорневых подкормок ваших растений. Дело в том, что железо регулирует обмен азота в растениях таким образом, что он начинает хорошо, правильно усваиваться, не накапливаются избыточно нитраты, быстро синтезируются белки, и нитрат этот не накапливается в избыточном количестве в ваших растениях. Кроме того, железо является очень хорошим подспорьем для вывода, перевода растений ваших из жирующей стадии в генеративную стадию роста плодов и цветения. Для того, чтобы правильно использовать железо, необходимо использовать либо стандартные его препараты, какие-то хилатные, можно готовить хилат железа непосредственно в домашних условиях. Для этого чайную ложечку железного купороса нужно смешать с чайной ложечкой лимонной кислоты в ведре воды в 10 литрах, все это как следует вымешать, и легонечко обрабатывать примерно раз в 7-10 дней по молодым и по старым листьям. Это абсолютно безопасный способ, который сделает вашу продукцию здоровой, которая направит развитие растений в нужную сторону и которая не допустит накопления нитратов в вашей продукции. Этот рецепт касается не только томатов, этот рецепт касается абсолютно любой плодовощной продукции. Конечно, не стоит вот так обработать этим железом, тем более какими-то покупными препаратами, потому что часто для этого используют такие вещества, как ЭДТА, такие хилат образующие комплексы, и таким образом на поверхности могут оставаться остатки этого ЭДТА, и поэтому потреблять сразу же в пищу такие овощи, особенно если это зеленые овощи, салаты, укропы, петрушка и так далее, нежелательно. Поэтому всё-таки, если вы делаете такие обработки, то несмотря на то, что такой домашний препарат хилатного железа, в общем-то, безопасен для организма, концентрации там очень маленькие, всё равно постарайтесь тщательно мыть овощи после того, как вы их использовали. Если вы обрабатываете, например, капусту, это не страшно, даже если какое-то количество домашнего хилата такого попадёт внутрь кочана. Концентрации небольшие, частота раз в неделю не так велика, чтобы там могли накопиться какие-то опасные дозы того же цитрата железа или сульфата или чего-то ещё. Не бойтесь использовать этот метод. Если вы всё-таки противник того, чтобы насыщать поверхность растений такими соединениями железа, используйте их в той же концентрации для обильного полива под корень. Помните, что цитраты являются ещё очень хорошими растворителями фосфорных удобрений, а фосфорные удобрения также являются хорошим подспорьем для того, чтобы нитраты не накапливались. Используйте ваше зелёное удобрение разумно, не используйте его слишком часто, присматривайтесь к растениям, наблюдайте за ними, не допускайте перехода их в вегетативную фазу во время плодоношения. И не забывайте буквально еженедельно или чуть реже, раз в 10 дней, использовать вот такие вне корневые подкормки, тем более, что это очень дёшево и очень эффективно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Очень надеюсь, что наши советы помогут вам остаться здоровыми и получить богатый, здоровый и безопасный урожай. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok